Привет, друзья! Сегодня я, как и обещал, расскажу про трансмиссию набора LEGO Technic 42083 Bugatti Chiron. Видео будет довольно специфическое, и для тех, кому не очень интересно разбираться с передаточными отношениями между шестерёнками, я в описании к видео вставлю ссылку на нормальный художественный обзор этого набора. Ну и перед тем, как перейти непосредственно к трансмиссии, сделаю небольшой экскурс для тех, кто ещё не знает, как устроены коробки передач в LEGO. Глобально шестерёнки в LEGO можно разделить на две большие группы. Это с крестовым отверстием, которые вращаются только вместе с осью, на которую они надеты, и с круглым отверстием, которые вращаются свободно на оси. Для того, чтобы такая шестерёнка с круглым отверстием стала вращаться вместе с осью, нужна специальная муфта сцепления, вот такая, которая частично заходит в эту шестерёнку. Сейчас покажу. Посмотрим. Сейчас у нас шестерёнка красная вращается свободно, бежевая шестерёнка не крутится, и красная шестерёнка может использоваться просто как передаточное звено между вот этой шестерёночкой и вот этой. Чтобы начал вращаться вал, на который насажена красная шестерня, нужно вставить в неё муфту сцепления, и таким образом вот у нас бежевая шестерёнка стала вращаться. Таким образом, выбирая разные шестерёнки вот этой муфты сцепления, можно реализовывать разные передачные отношения между входным и выходным валами коробок передач. Долгое время в LEGO существовали только вот такие шестерёнки на 16 зубов, немножко разных видов. Система эта появилась, если не ошибаюсь, в 1994 году в Суперкаре 3.8.0. И в Bugatti появилась новая шестерёнка с такой же системой под муфту на 20 зубьев. Ну и теперь мы знаем всё, чтобы поближе посмотреть на коробку передач Bugatti. Для того, чтобы разобраться в трансмиссии, я создал компьютерную модель, потому что так намного проще и понятней. На первый взгляд, она довольно сложная. Что мы здесь видим? Жёлтым я отметил ведущий вал, то есть тот, который пойдёт к макету двигателя 16-цилиндрового. И зелёный вал – это выходной вал, который непосредственно идёт через вот эти вот тановые шестерёнки к мостам, к дифференциалам переднему и заднему. Соответственно, вот этот селектор выбирает передачу либо вперёд, либо назад. Красная – это задняя передача. И синяя приводит в движение 24-зубую шестерёнку, которая дальше идёт на коробку передач. И выход коробки передач, вот он, вот здесь вот, через вот эту вот пару 24 на 8. И, собственно, всё остальное – это коробка передач. Сейчас чуть-чуть понятней будет на другой сборке. Давайте посмотрим. Начинается сборка модели заднего моста. И, по сути, на этом валу только одна 8-зубая шестерёнка. Дальше добавляется передняя часть, селектор вперёд-назад и привод переднего моста. И дальше добавляется коробка передач. Ну и дальше, чтобы понять, как всё это работает, нужно просто скопировать движение муфт при переключении передач и выкинуть всё лишнее, что я и сделал. И начнём с задней передачи. Задняя передача выглядит вот так. Жёлтый вал от двигателя. И передача 1 к 1, 16 на 16, сразу на передние и задние мосты. Соответственно, всё, что в коробке передач отключено, поэтому этот вал, по сути, свободный. И там всё крутится в холостую. Далее переходим к коробке передач. Эта коробка передач, по сути, состоит из двух частей. Левая часть будет выделена дальнейшим рыжим и красным цветом. Она является предумножителем. И она переключается в 4 раза реже, чем правая часть. Низкие 4 передачи, у неё передаточное отношение 1 к 1. И у высоких 4 передач будет повышающее 2,78 к 1 передачное отношение. Соответственно, правая часть будет переключаться на каждый щелчок. И чуть дальше мы увидим, как это всё работает. Посмотрим на первую передачу. Вот таким вот образом она выглядит. Ну, это входной делитель. 20 к 24, он будет всегда одинаковый. Выходной 24 к 8 тоже будет всегда одинаковый. И вот что мы видим, что осталось от коробки передач. 1 к 1. И здесь понижение 12 к 20, то есть 0,6 к 1. Ну и белым здесь я показал шестерёнки, которые используются просто для передач и вращения с выхода первой коробки передач на вход второй коробки передач. Соответственно, между крайними чёрными валами. И они всегда работают одинаковым образом. Потому что, по сути, эти коробки передач включены последовательно. И всегда входной вал вот этот вот оранжевый, а выходной вал вот этот вот голубой. Посмотрим на вторую передачу. Вторая передача выглядит вот так вот посложнее немного. Левая часть коробки не изменилась. 1 к 1, как и была. А в правой части вместо 0,6 передачного числа мы видим здесь везде 1 к 1, 1 к 1, 1 к 1. И вот здесь 16 на 20, 0,8. То есть вторая передача вместо 0,6, 0,8. Дальше идёт третья. По-прежнему левая часть такая же. Здесь у нас стала 1 к 1, то есть 1 к 1 здесь и 1 к 1 здесь. Четвёртая передача уже даёт повышение. 1,25 к 1. Вот она 20 на 16. И начинаю с пятой передачи. Левая часть перещелкнулась. И здесь у нас повышение 2,78 к 1. Это 20 на 12 в квадрате, потому что два раза. И здесь снова нижняя часть коробки прошла свой цикл из четырёх состояний. Здесь снова 0,6. 2,78 умножить на 0,6. Это будет 1,67 к 1. А четвёртая была 1,25 к 1. Таким образом у нас имеется монотонно возрастающая последовательность передаточных чисел. От первой передачи к восьмой. Потому что дальше соответственно здесь будет снова 0,8. 1 к 1. И 1,25 к 1. А это будет также неизменно. Вот смотрим шестая, седьмая и восьмая. А если считать, начиная вот прям с жёлтого входящего вала до зелёного, то передаточное отношение первой передачи 1,5 к 1. И восьмой передачи 8,68 к 1. Я чуть позже представлю табличку подробную. И в ней подробно распишу, что откуда получается. Для тех, кому вот так вот на слух трудно воспринимать информацию. Ну и теперь нюанс интересный. Что будет, когда мы девятую включим? Когда мы девятую включим, получится снова 1 к 1 и 0,6. Смотрим на первую. Запоминаем. То же самое, только вот эта муфта переключилась в другую сторону. То есть первая вот эта вот коробка, она всегда дублирует. И таким образом у нас здесь не 16 передач, а 8, как и заявлял производитель. Интересное решение. И здорово сделано. И дальше, начиная с 9 по 16 передачи дублируют. Точно так же, как с 1 по 8. Все те же передаточные числа. Ну и привожу табличку красивую и, надеюсь, понятную. Что откуда взялось. Условно я разделил коробку на две части. Первая часть и вторая часть. Ну, думаю, что здесь все понятно. Я очень рад, что я подразобрался, как все это работает. Надеюсь, что я не накосячил в моей модели. Потому что до того, как я все это собрал, и до того, как я провел вот этот довольно подробный анализ, я много чего читал в интернете, что коробка 16-ступенчатая, что у нее 8 передач вперед, 8 назад. В общем, много чего разного прочитал. Мне понравился, на самом деле, механизм, как сделано ограничение на количество передач, что 9 передача равна первой. Хотя можно было, наверное, и просто сделать ограничитель, чтобы 9 не втыкалась. Подобно тому, как сделан делитель. Что одна половинка щелкает каждый раз, а одна раз в 4 раза. Ну, собственно, вот можно было сделать, чтобы она один раз щелкнула, и второй раз уже не дать ей щелкнуть. Ну, может быть, это сделано как-то для повышения неграбельности, чтобы пользователь не думал, почему перестала щелкать, а там, оказывается, 8 передача. Ну, это не важно. Ну, еще один есть тут нюанс в коробке. Поскольку последняя передача идет повышающая 24 к 8, она, если смотреть со стороны колес, понижающая. И когда мы втыкаем передачу, в наихудшем случае у нас имеется 2 люфта в 2 муфтах. Которая включается вперед-назад и сама передача. Это 180 градусов. То есть нам нужно прокрутить 180 градусов с понижением 1 к 3. То есть, по сути, 1,5 оборота. Поэтому может получиться так, что вы будете катить модель сантиметров 30, и двигатель не будет работать. Поршни не будут двигаться в цилиндрах. Потому что вы еще не выбрали этот самый люфт. Ну, если пользователь об этом не знает, то он может подумать, что у него что-то сломо и трансмиссия не работает. Вот такой вот нюанс. Ну и под конец хочу предложить небольшой лайфхак тем, кто хочет и модельку поставить на полку, и себе на самоделке новые детальки приобрести. Я думаю, можно просто коробку передач выкинуть. Таким образом вы получите новые синие шестеренки, новые переключатели. А модель, в принципе, ничего не потеряет. Можно оставить одну передачу, ну или, может быть, оставить еще селектор вперед-назад по одной передаче. И, в общем-то, хуже модель не станет, а у вас будут новые детальки. Ну и еще, кстати, последнее. Я проверил, задняя передача реально задняя, а передние передачи все крутятся в обратную сторону. Так что тут тоже все в порядке. Ну вот, и если совсем уж подытожить видео, все верно, одна передача назад, 8 передач вперед. Все работает как надо, дизайнеру респект, сделано очень круто. Надеюсь, вам понравилось. До скорого! Продолжение следует...